Улыбчивого всем настроения! Старый год еще не закончился, но у меня уже начался новый вязальный сезон. Я получила свою пряжу. Вот так я храню все новые клубочки в пластиковых корзинках, обязательно с крышкой, чтобы меньше клубочки воздействовали с окружающей средой, не пылились. И это смотрится очень красиво. Таких корзинок у меня три. В одной большой корзинке у меня новая пряжа, в другой та, которую я использую и работаю на этот период времени. И в третьей корзинке у меня готовые игрушки и заготовочки и все корзинки. Вот такие обязательно с крышками. Итак, получила я свои клубочки всех моих любимых цветов, которые я очень часто использую. Единственный момент был с темно-серой пряжей, которой уже два месяца не было в магазине. Наверное, все ее брали на мышей и я никак не могла найти ее. Пришлось заказывать серую пряжу в другом интернет-магазине. Там она продавалась только в упаковках. Ну, а что делать? Мне она очень нужна была и мне пришлось купить с серой пряжи целую упаковку. Обычно я заказываю много цветов, но от трех до пяти клубочков. Я не беру слишком много, потому что никогда не знаешь, какой цвет будет более популярный. Поэтому я беру всего по чуть-чуть. Но с серой пряжей пришлось сделать вот так. Купила целую упаковочку. Ну, в любом случае, она мне понадобится и все нормально. Так как новый сезон вязальный начался, серая пряжа будет актуальна всегда, серый цвет, поэтому все хорошо. Это то, что у меня попряжет. Сейчас покажу то, что у меня сделалось, то, что у меня готово и то, что у меня в процессе. Итак, то, что у меня уже готово. Это новый лавандовый зайка. Дальше. Маленькая погремушечка. Мишутка. Готова балерина. В пудровом цвете. Очень нежная. Обожаю этот цвет. И готов олень. Он уже с бубенчиком, у него есть глазки. Лошадка еще в процессе. До сих пор. И в процессе у меня вот такой черный зайка. Черный зайка в желтой кофточке. На этой кофточке будут еще буквочки. Когда все будет готово, я вам его еще раз покажу. Это, скорее всего, или логотип, или какой-то символ. Поэтому у него вот такой странный цвет. Странное сочетание цвета. Такую игрушку я вязала первый раз. Очень сложно вязать именно черный цвет. Даже обыкновенную простую игрушку. Очень сильно напрягаешь зрение. Нужно доставить дополнительный цвет, чтобы было хорошо видно столбики. Пыталась этого зайчика вязать очень-очень-очень плотно. Плотнее, чем обычных. Потому что черная пряжа всегда дает... Если будут малейшие дырочки, то будет видно, очень будет видно наполнитель синтопух. Например, в таких игрушках, если есть какие-то небольшие дырочки, если я вяжу обыкновенно, то синтопуха не видно. А черный цвет очень контрастный. И я боялась, чтобы не было никаких сюрпризов. Вот так он выглядит вблизи. Никогда не вязала таких зайцев. Было очень интересно посмотреть, что же из этого получится. Когда будут буквочки, я вам его покажу еще раз. Так что дальше у меня уже вяжутся в процессе ножки на следующую балеринку. К этой же балеринке есть уже прическа. И что еще хотела сказать. Когда, например, мне нечего делать, или когда у меня есть свободное время, я вяжу заготовочки на то, что чаще всего заказывают. Это или зайцы, это или погремушки, или же это лошадки, ноги, руки, головы. Была заказана вот такая погремушечка. Сделала я ее буквально за час, потому что у меня всегда в запасе есть вот такие заготовки на разные-разные погремушечки. И я буквально сделала ушки, оформление, и все, игрушечка готова. Это экономит очень время и силы. Ну, естественно, быстрее выполняется заказ. Это вот такой мой маленький секретик, маленькая хитрость того, как можно сэкономить свое время, потому что не всегда загруженность есть, не всегда есть плотные заказы. Иногда есть очень свободное время, когда или же ты можешь отдыхать, ничего не делать, или же сделать такие заготовочки, что потом облегчает тебе работу и облегчает потом выполнение других заказов. На этом у меня все. И даже еще не все. По лошадке. У лошадки будет очень интересная история, которую я вам расскажу в следующий раз, куда она пойдет и что с ней будет дальше. Теперь на этом у меня все. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости. Провели это время со мной. Это будет последнее видео в этом году. Встретимся уже в новом году. Я желаю вам счастья. Я желаю вам любви. Я желаю вам в новом году все успевать, чтобы ваши ручки, пальчики не болели от вязания, чтобы ваши глазки не уставали, чтобы у вас были прекрасные заказчики, чтобы у вас были много, много идей, много заказов, много новых игрушек, много сил и вдохновения. И мне очень приятно, что вы провели этот год вместе со мной. Спасибо, мои дорогие. Встретимся уже в новом году.